Встречайте, темное сердце Скорима и The Elder Scrolls Online Греймур Да, друзья, сегодня поговорим за новое дополнение и нововведение, которые пройдут в The Elder Scrolls Online 18 мая этого, 2020 года Всем привет, меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт Начинаем В 2020 году выйдет русский перевод на S для ПК и Мак Да, друзья, я так понимаю, на все DLC, на все будет русский официальный перевод Ранее был неофициальный И, насколько я помню, по-моему, 80% там переведено все Если что, меня поправьте, этот перевод можно было скачать бесплатно на сайте Эсса, точно не помню Но все это было доступно, понятно, ты прям в гугле водишь и... Ну ладно, теперь официально, дальше Раскройте опасные тайны в темном сердце Скорима Следующее приключение длиной в год Они собираются сделать приключение в длиной в год, это вообще как? Скорее всего, они будут дополнять его в течение года, да? Если что, напишите Эсса начнется в этом феврале с дополнением Мрачная Буря И продолжится в новой главе The Elder Scrolls Greymoot А вот, которая выйдет 18 мая А-а-а И 2 июня на Xbox One и PS4 Ну, на консолях придется подождать, ребят Придется подождать Добавляется литьют Я так понял, один город со Скорима, ну, который мы привыкли видеть Это прям слизанный солитьют Как оно будет внутри? Мне кажется, он будет более большой, просторный, все-таки это Тесса Ребят, и, конечно же Темное сердце Скорима Это вампиры и высшие вампиры Да, друзья? Так, трейлер мы посмотрим немножечко позже Давай еще посмотрим Темное сердце Скорима Древнее зло выбралось из глубин Терзаемая жажда полотить души обитателей Скорима Из черного предела лезут полчища мерзких чудовищ Да, там их хватает Стремясь погрузить весь Тамриэль во тьму Новые дополнения Я, честно говоря, не в курсе, что и как У меня есть стандартная версия Я все никак не приобрету себе дополняшки И мне кажется, это уже точно меня туда заберет Да, западный, западный Скорим Новая область для исследований Вот интересно, и мелкие локации, которые мы привыкли видеть в Скориме Тоже добавят или только солитьют? Блин, непонятно, но посмотрим Мрачная основная сюжетная линия в рамках включения темного сердца Новая увлекательная система реликвий Вот этого, мне кажется, не хватало То есть, можно ходить какие-то реликвии Как это будет все реализовано, непонятно Конечно Дейдрические артефакты, что ли? У каждого игрока? Ладно, если что, напишите в комментариях Игидокин Большое испытание для 12 игроков Но это мега-хардкорный какой-то квест Если вы будете играть именно 12 человек И все там залажены, кто-то там лучники, танки Ну, ладно Я так чисто-чисто представляю Мрачная буря, новые события в мире Новые мини-подземелья Ага, вот это вот классно Улучшено, изменено, повышающее удобство игры Ключая переработку ветки способностей Вампир Вампир будет Ага, ну правильно Это же дополнение связано с вампирами По-любому там что-то с вампирами сделают Наверное, добавят высших, да? Хм Или они уже были? Напишите, если что Следующий Скайрим на поверхности под землей Блин, Солитюд, конечно, сделали шикарно Прям-прям идеально Посмотрите Вы только посмотрите Я помню, увидел, думаю Так, стоп Это Солитюд Ну что ты, черт возьми, не так Для Тесса шикарно сделали Прям-прям как в Скайриме Молодцы Мрачная история Вот она Система реликвий Вот так вот я сделал, чтобы вам видно было Глава Греймур Также включает в себя новую систему реликвий Суть которых заключается в поиске затерянных артефактов По всему Тамриэлю То есть везде, друзья По всему, по всем дополняшкам Теперь вы можете находить эти артефакты Ну это здорово В роли археологов Игроки должны будут узнавать местонахождение древних реликвий А затем выкупать их Посредством серии мини-игр В смысле выкупать? То есть тебе нужно сначала найти, а потом еще выкупить? Надеюсь, тут не будет какой-то новый донат Да? Да нет Надеюсь, не будет Странно, непонятно Если вы в курсе, напишите Я что-то не понял, что там за мини-игры будут Зачем их выкупать? Ну и предзаказ Я, конечно, видел стоимость данного дополнения Который стоит дороже Skyrim'а По-моему, 40 долларов Офигел! Очень-очень дорого Как мне кажется Для дополнения, да? Но, может быть, за счет этих всех нововведений Это как бы нормально Но посмотрим, посмотрим Ладно, ребят Давайте посмотрим Трейлер 18+, помните? Ого! Какой же красивый вид! Какой же невероятно красивый вид на Солитюд! Лиса с Карима И старый знакомый Да-да-да-да-да Который еще самых-самых-самых первых трейлеров Тесса Вот эта девочка Подождите Подождите Ребят Я понимаю, что иногда многое я рассказываю И многим кажется, что это не так Но просто послушайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 маленьких солдатов И одна высокая девочка Она светленькая Не напоминает ли вам На пасхалку Белоснежка И 7 гномов Да? Боже мой, Ванька Хватит видеть во всем Пасхалки Хватит Не, ну я просто Просто Ну посмотрите Да, без основного воина Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Маленьких солдатов Которые действительно По сравнению с этой девочкой Кажутся И она светленькая Так, Вань Поехали смотреть Хватит Ну если что Вампир, да? А что это? Что это за что? Я что-то не помню такого Что это за кувшинчик? С него идет этот Дымка Красненькая Какая-то деревушка А кто-то Кто это огромный Кто это огромный воин Которого Спалили Сожгли Один пепел И остатки лад Ага Слушайте Ну это же по-моему Способность Только высших вампиров Да? Быстро так перемещаться Я так понимаю Против них уже Высшие Что-то Трусил Ой-ой-ой Ранили Да что-то не видно Что он высший Боже мой Это мне так напомнило Как котик дел Вот в недавнешнем трейлере С драконом Помните? Тоже так Я так понимаю Он летит в черный предел О-о-о-о Погоди Вы посмотрите Какие масштабы Замка Боже мой Лава Это какой-то Другой черный предел Да? Но глубже А нет 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 Видимо Они как-то Переделали Стандартных Вампиров Вот Вот Высший Вампир Вот он Красавчик Слушай Ну как-то Странно Да? Насколько Мы знаем Если Вампир В образе Высшего То лицо Должно быть Намного Страшнее А тут Как будто Знаете У него Есть крылья Но лицо Как и у Человека Только красные Глаза Непонятно Почему Они так Это сделали Но Как-то Не совсем Лорненько Или это Совершенно Другой Вид Если что Напишите В комментариях Может быть Для красоты Сделали Да? Потому что Чтобы не пугать Слишком страшным Лицом Или же Они как бы Намекают Что Не обязательно Если ты Высший Вампир Ты можешь Быть Абсолютным Злом Да? Блин Непонятно Непонятно Да и будет Продолжение Ну что ж Будем ждать Ребята Будем ждать Пишите Ваше мнение Будете ли вы Играть А я А я Пока Блин У меня Очень много Глобальных Игр Но Черт Хочется И У меня Такое ощущение Если мне Захочется То я Туда Как Нырну Оно Мне Как Засосет Ох Друзья Напишите Ваше мнение Как вы Думаете Стоит Попробовать А? На стримчиках Спасибо вам Все Посмотрите Мои стареньки Видео Подписывайтесь Пока Пока Ребятушки Субтитры